Всем привет, с вами Герман, и сегодня мы попробуем поиграть в игру от Ovelex Software, в их новую игру, под названием Train Simulator. Значит, нам сразу предлагают поиграть, значит, перевозить нам людей или груз. Давайте выберем людей, давайте выберем поезд. Какой бы поезд? Мне сразу понравился вот этот поезд. Давайте разбакировать все. Поезда. Давай, нажимаем. Как он мне нажимается? Давай, разблокируйся. Разблокировать, как? Вот, может быть, вот нужно сделать где-то в меню. Где мне разблокировать все поезда? Я хочу поездить вот на этом поезде. Давай. Хочу разблокировать. Не получается меня разблокировать, но да ладно. Давайте поедем на первом поезде. У нас очень много тут карт. Очень много карт. Давайте выберем, значит... Ну, Америку давайте выберем. Ночь. И давайте выберем дождь. Что у нас будет интересного. Вообще, разработчики этой игры, или, как все такое, что компания так называется, очень хороши. Они потихоньку, потихоньку создают новые-новые игры с разными, с разными транспортными средствами. Им, мне кажется, осталось теперь сделать только, значит, симулятор вождения лодки и... Так, нужно тормозить. Ага. Симулятор вождения лодки и самолета. И все. И у них все будет. По сути, у них уже все есть. Так. Там, где останавливаться? Я уже немного поиграл, прошел. Так. Тормози, пожалуйста. Все. Пассажиры, заходите. Давайте по-быстрее. Закрываем двери и поехали дальше. Все. Быстрее. Неплохой вид от первого лица. Очень интересно. Конечно, симулятор поезда это довольно-таки такая скучная игра, но, знаете, вот так поставить телефон и наблюдать, как поезд едет, очень даже прикольно. Я думаю, что многим эта игра понравится. Тут так много карт, так много поездов. Она, мне кажется, не дождь заскучать. Да, и тем более она бесплатная. Что еще сказать? Так. Вид меняем. Смотрим. Ух ты. Я сейчас смотрел на пассажиров почти. Так. А можно как-нибудь? Ага. Вон пассажиры, пассажиры. Они там сидят. Так. Что это такое? Ага. Это у нас вагоны. Значит, смотреть. Вагоны. Вот такой у нас длинный состав. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть вагонов. И... Так. Давай, переключайся. и, значит, сам у нас поезд, паровоз. Едем. У нас тут есть два типа, значит, звонка. Это гудок и вот такие вот какие-то колокольчики. Не знаю, зачем мне нужны. но вообще прикольно. Пока что ничего сложного тут нет. Пока что все дороги нам открыты, нам ничего не препятствует. Все очень легко и просто. Не нужно следить за скоростью. Пока что у нас довольно-таки медленный поезд, самый первый. Пока что все легко. Я думаю, что когда мы немного поиграем и пройдем несколько карт, там будет нужно действительно следить за скоростью, где-то притормаживать. Кстати, в этой игре я видел животных. Я, когда проезжал первую миссию, я заметил, что справа от меня олени бежали. Пока мы ехали, я решил переместиться и вообще выяснить, в чем дело, почему у меня не получается купить все паровозы. И у меня вышло купить их. И теперь мы поедем вот на таком поезде. Значит, на старинном паровозе, на самом дорогом. По идее, он не должен быть самым быстрым, но ничего, проедемся. Сразу видны какие-то баги с дорогой. Непонятно, что это такое. Но ничего, это не так критично. Мы также продолжаем ехать. Мне интересно, какой у него будет гудок. Такой же, как и у обычных паровозов. Ладно. Сигнал у меня такой же. Ладно. Едем. Теперь я взял уже другой груз. Это у нас значит, уже грузовой поезд. И сейчас мы тоже немного проедемся. Я не думаю, что мы поедем все сколько там, 8 минут нам нужно ехать примерно. Просто проедемся, немного посмотрим. По сути, в этой игре ничего такого делать не нужно. Просто сидеть и наблюдать. Это практически самая последняя карта Австралия. После этой карты идет только фрейрайт. Я не знаю, чем она отличается. Ну, пока поездим в Австралии. Наш поезд едет довольно-таки медленно. сколько у нас вагонов? Раз, два, а, тут так не поймешь, да? Ладно, раз, два, три, четыре, нет, это будет сложно это все посчитать. Нужно считать на повороте на каком-нибудь. Это первый. Это второй. Какой второй? Смотрите, я чуть-чуть перелистнул, уже вон, сколько. Ладно, посчитать это будет практически нереально, если только на повороте как-нибудь их всех, когда будет видно их. Но поезд настолько длинный, что я не вижу своего начала, а, наверное, сначала я не буду видеть своего конца, потому что действительно, вот, смотрите, поворот, можно посчитать, сколько у нас вагонов, но все равно это очень сложно. Вот так вот и поедем. Очень красивый вид. У нас настоящий паровоз на пару. Ну, и куда же мы едем? Пока что никаких препятствий нет, нет даже никаких признаков почти цивилизации. Вон там был один домик, да и все. Просто железная дорога по полю проведена. Потихоньку едем. Кстати, нету водителя, машиниста нету. В первом поезде он был, я это помню. но ничего. Едем дальше. Этот поезд не так уж и быстро оказывается. Все, на полную мощность его врубил, а он не едет. Наверное, это связано с тем, что все-таки мы везем очень тяжелый груз. я думаю, что так ехать мы будем очень долго и поэтому я думаю, что нам стоит завершиться. С вами был Герман. Игра Train Simulator скачивайте, она бесплатна. С вами был Герман еще раз. Всем удачи, всем пока. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ